Девушки отдыхают Несмотря на всю свою сложность, человеческий организм не может сравниться с цветком в способности восстанавливать утраченные органы. Но мы стремимся к этому. В идеальном мире, если бы вы перенесли сердечный приступ, то ваше сердце не заменили бы ни сердцем первого попавшегося донора, ни сложным механическим устройством. Вместо этого вы получили бы новое сердце, которое было бы таким же вашим, как и прежнее. Иными словами, вы вырастили бы новое сердце. Человеческий организм – чрезвычайно сложный механизм. И мы только начинаем понимать, как он развивается и растет. Но врачи уже используют эти новые знания, чтобы помочь организму восстанавливаться. В этой серии вы встретите человека, вырастившего новые сосуды, чтобы спасти больное сердце. И познакомитесь с мальчиком, который мгновенно оправился от серьезного повреждения мозга. Это поразительно. Да, врачи ничего не делали, он просто сам поправился. Вы впервые увидите, что клетки мозга могут восстанавливаться, и как ученые создают новые органы из выращенных ими тканей. Врачи учатся выращивать ткани человеческого организма и использовать их для восстановления ущерба, причиненного тяжелыми заболеваниями и трагическими авариями. Самовосстановление В 1995 году Пенни Робертс была мастером парашютного спорта. Тогда она вместе с командой отправилась во Флориду на тренировки. Это был ее 350-й прыжок с парашютом. И как оказалось, это были последние шаги в жизни Пенни. Мы отрабатывали медленные повороты в полете. Сходимся, беремся за руки, поворот на 360 градусов, и снова за руки. В затяжном прыжке нельзя остановиться и сказать, «Погодите секундочку, это нужно повторить, поэтому все прыжки снимают на видео». На высоте 700 метров группа разошлась, чтобы дать парашютам свободно раскрыться. Но для Пенни с этого момента начались несчастья. По какой-то причине ее основной парашют раскрылся не полностью. И когда она попыталась освободить его, он зацепился за лямку. Когда она открыла запасной, оба парашюта перепутались. Оператор попытался прийти ей на помощь. Но все, что он смог сделать, это заснять, как белым комком Пенни стремительно падала на землю. С того момента, как не раскрылся купол, до падения прошло не более трех минут. Я не помню страха. Я помню удар о землю. И это был страшный удар. Боже мой! Пенни! Пенни! Лежи, не шевелись! Роберт с Пенни Пенни сломала правую ногу и левое плечо. У нее были сломаны два ребра. Одно ребро пробило левое легкое, и оно заполнилось кровью. Правое легкое отказало. У нее был пробит череп. В шее всего семь позвонков. Пенни сломала пять из них. Один был полностью раздроблен, и обломок кости перебил спинной мозг, парализовав конечности. По дороге в больницу сердце Пенни останавливалось трижды. Интенсивные меры спасли ей жизнь, и со временем сломанные кости срослись. Но поврежденный спиной мозг не поддается лечению. Спинной мозг обеспечивает быстроту и точность движения тела. Фактически без него движения невозможно. Этот пучок нервных тканей, проходящий в центре позвоночника, передает сигналы от мозга к конечностям в сотые доли секунды. Восстановить спинной мозг, чтобы пациенты, такие как Пенни, вновь смогли ходить, все еще невозможно. Но благодаря последним открытиям у них появилась надежда. Организм человека способен восстанавливаться. Сломанные кости срастаются. Раны затягиваются и заживают. Но существуют пределы. Что может организм в одиночку, если поврежден спиной мозг? Закупорена артерия? Или потеряна конечность? Настоящие мастера самовосстановления – саламандры. Ящерицы выращивают новый хвост. Но саламандры в случае необходимости способны регенерировать конечности. Даже в реальных условиях, саламандре нужно лишь несколько недель, чтобы восстановить кости, мышцы, кожу и кровеносные сосуды. Все, что нужно для новой конечности. Когда процесс завершается, новая конечность саламандры по силе и подвижности ничем не уступает утраченной. В нашей жизни есть период, когда мы способны делать то же самое. На этих уникальных кадрах трехнедельный зародыш человека вырастает в двухмесячного. На ранних стадиях он легко выращивает кости, артерии, руки и ноги. За долгий путь от зародыша к младенцу эта способность постепенно ослабевает, но не утрачивается полностью. Достижения в области медицины позволяют воспользоваться сверхчеловеческими способностями зародыша. Темпы прогресса настолько высоки, что то, что невозможно сегодня, может оказаться обычным делом, когда вырастут наши дети. Питеру Робертсу сейчас год. Он может пойти со дня на день. Он уже сам поднимается, опираясь на предметы вокруг. Иногда на мое кресло. Это так радостно. Мамина тапочка. Через четыре года после трагедии, Пенни Робертс лишь мечтает о том, чтобы ходить. Она видит первые шаги своего сына. Нужно стараться, Питер. Когда я вижу первые шаги Питера, то чувствую то, что чувствует любая мать. Я чувствую гордость, и я слежу за ним с восторгом. Это не потому, что я вообще не могу ходить. Ведь внутри я все тот же человек. Я это я, и я научилась ходить, и ходила 32 года. Мне и в голову не приходят заведовать. Пенни повредила спинной мозг и шею. А это значит, что команда ее мозга не доходит до большинства органов. Пенни больше не сможет ходить, если наука не поможет ей восстановить спинной мозг. Но все же ее состояние несколько улучшилось. Я пытаюсь выпрямить ноги. Теперь я чувствую ноги. Я не чувствовала их после падения. И еще, после рождения Питера, у меня намного прибавилось силы в руках. Потому что мне приходится много держать его. Эти улучшения в состоянии Пенни свидетельствуют о том, что, несмотря ни на что, ее организм пытается восстановиться. Ну вот он и уснул. Можно отдохнуть. Незаметно организм делает это каждую минуту, каждый день. Он не может позволить себе прекратить восстанавливаться, потому что изо дня в день наш организм становится объектом атаки. Солнце в лицо, ветер в волосах, пища, питье, даже занятия спортом. Все это разрушает наши ткани. И мы выживаем лишь потому, что наши клетки продолжают регенерироваться. Красные кровяные тельца живут 6 месяцев, тогда как белые тельца всего пару недель. Костные ткани обновляются ежегодно на одну десятую. А жидкость, заполняющая глаз, обновляется 15 раз каждый день. При повреждении процесс восстановления начинается почти немедленно. Сначала образуются струппи, которые защищают рану от инфекции. Нарастает новая кожа, края раны стягиваются, и через несколько недель от нее не остается ни следа. Способность к заживлению сама по себе замечательна, но мы хотим помочь организму делать значительно больше. Изучая наши способности к восстановлению и стимулируя их, современная медицина, наконец, начала регенерировать отдельные органы. Первая цель – наше сердце. Чарльз Уилсон и Роджер Дарк стали первыми пациентами в этом смелом эксперименте. Роджер стал страдать от сильных болей в груди в 1993 году. Он продолжал работать, но его состояние неуклонно ухудшалось. Я ничем не могу заниматься, когда возникает эта боль, будто кто-то сжимает сердце. Что бы я ни делал, боль не отпускает. А когда она обостряется, я начинаю потеть, так что, думаю, мне недалеко до сердечного приступа. Здоровое сердце получает питание и кислород по сети кровеносных сосудов. Когда сосуды закупориваются, происходит то же, что и в любой мышце, работающей без кислорода – сильная судорога. Такие боли называют стенокардией. Эти боли заставляют думать о том, что ты умираешь. Даже обычная семейная жизнь превращается в борьбу. Тяжело, когда Сьюзан говорит «Скажи Питеру, чтобы он вынес мусор», или «Пусть кто-нибудь из ребят подстрижет газон». Мне нужно поправиться, чтобы я сам мог все делать, быть самостоятельным, делать то, что я всегда мог делать, то, что для меня было естественно. Этот последний год был, наверное, самым трудным в моей жизни. Я проводил в постели по 16-17 часов в день. Я буквально сражался с депрессией. У меня появилось чувство, что моя жизнь не имеет смысла. Я стал задавать себе вопрос «Зачем я здесь?» В чем мое назначение? Первая Пресвитерианская церковь в Уцвелл. Святой отец Чарльз Уилсон уже перенес две операции по шунтированию. Но, несмотря на это, у него бывает от 15 до 20 приступов стенокардии каждый день. Я отправился к врачу, и его комментарий был совсем неутешительным. Лучше я процитирую его слова. Он сказал, нужно ждать, пока наука что-нибудь придумает. Последнее достижение науки – своего рода генная терапия, которая стимулирует рост новых кровеносных сосудов вокруг сердца. Это новое лечение настолько экспериментально, что врачам разрешается применять его только к тем, у кого не осталось иного выбора. К таким пациентам, как Роджер и Чарльз. Роджер лег в больницу в день 35-й годовщины своей свадьбы. Если все закончится удачно, это будет самый лучший подарок на годовщину свадьбы. Последние пять лет я надеялся на чудо, но ничего не происходило. Так что, может, теперь пришло время для чуда. Мы снимали Роджера, когда он проходил новое лечение. Меня немного беспокоит его состояние. Недавно ученые обнаружили ген, который заставляет расти кровеносные сосуды. Он активно действует в зародыше, создавая наши артерии и вены. После этого его активность падает. В рамках нового лечения этот ген в больших количествах вводили непосредственно в сердце, чтобы стимулировать рост множества новых кровеносных сосудов. В количестве достаточном, чтобы спасти больное сердце. После инъекции дело только за организмом пациента. Только организм Роджера знает точно, где его сердце нужны новые артерии. Чарльзу Уилсону сделали операцию за три месяца до Роджера. И у него было время на то, чтобы образовались новые сосуды. Он стал символом успеха всего эксперимента. Теперь, спустя три месяца, у меня редко бывает стенокардия. До операции я не мог дойти от дома до машины, чтобы не почувствовать боль в груди. Теперь я тренируюсь, много хожу. Сейчас я прохожу по два километра в день. Хороший темп. Я очень воодушевлен. Пройти два километра и не получить боль в груди, для меня это чудесно. Для Роджера Дарка все кончилось не так благополучно. Было четверть седьмого, когда зазвонил телефон. Моя первая мысль была, наверное, он хочет, чтобы я что-то принесла в больницу утром. Я сняла трубку и, честно говоря, я не помню. Помню только, что эти два слова навсегда изменили мою жизнь. Утром после операции Роджер умер. Помню, меня не покидала мысль. Произошла ошибка. Позвонили не тем родным. Я приеду туда, и все будет хорошо. Но это была не ошибка. Ничто не указывает на то, что смерть Роджера Дарка была вызвана лечением. Но эксперимент был приостановлен до выяснения причин произошедшего. Продолжение следует... ...кожа, чтобы скрыть ужасные шрамы. Обычно кожу для пересадки брали у самих пациентов или у трупов. Но теперь новую кожу можно выращивать в любых количествах. Исходный материал для запасной кожи – крайняя плоть младенцев. После обрезания новорожденных мальчиков, их крайнюю плоть используют в лаборатории, чтобы выращивать огромное количество живой ткани. Важно, чтобы крайняя плоть была взята у новорожденных. Клетки крайней плоти должны быть как можно моложе, чтобы легко размножаться и быстро давать новую кожу. Клетки продолжают жить в течение всего цикла. Они трижды в день получают различные питательные вещества, которые стимулируют рост различных типов клеток слой за слоем. Результат – полотно за полотном живой кожи. Одной крайней плоти достаточно, чтобы застелить выращенной человеческой кожей шесть футбольных полей. Но выращивать полотно кожи намного легче, чем вырастить целые части тела. Для этого, помимо прочего, нужно верно воспроизвести форму. Даже нос и уши имеют сложную форму. А глаз видит лишь потому, что он – полый шар. Воспроизвести внутренние органы еще труднее. Например, сердце – это насос, состоящий из множества имеющих объем кусочков живой ткани, которые должны действовать согласованно в ответ на внезапную команду. Например, на этот бросок вратаря Дэвида Симмеда. Как любой отлаженный механизм, организм человека работает только благодаря безупречной согласованности всех его элементов. Как ты умудрился забить? Я и сам не знаю. Чтобы восстановить или заменить больное сердце и другие органы, важно не только вырастить нужную ткань, но и придать ей нужную форму. Помните это? Не называйте меня Франкенштейном. В 1995 году ухо на спине мыши стало сенсацией. Это был шаг к изготовлению частей тела. На самом деле это имплантант из пластика, имплантант в форме уха на спине у мыши. Он отличался от прочих имплантантов тем, что он был живым имплантантом, пластиковым имплантантом, дополнительно покрытым живыми клетками. Чарльз Ваканти решил создать ухо, потому что оно имеет сложную форму. Это пластиковый каркас, отлитый в форме человеческого уха, без слоя клеток. Если поместить его на спину, под кожу мыши или человека, и прикрыть его кожей, он будет выглядеть так, будто на спине выросло ухо. Каркас был изготовлен из тонких жгутов, нового, разлагаемого микроорганизмами пластика. Его особенность в том, что когда его покрывают живыми клетками, в процессе роста они прилипают к волокнам и принимают форму уха. Рост клеток на искусственных волокнах был зарегистрирован впервые. Со временем клетки начнут доминировать и сформируют новую ткань. В данном случае новая ткань – хрящ ушной раковины. Его очертания уже видны. Он даже оттопыривается, как ухо, а пластик исчез. Он в основном растворился. И в итоге ткань в точности воспроизводит форму исходного имплантанта. Мышь обеспечивала растущие клетки теплом и питанием. Но настоящее достижение в том, что выращенной ткани удалось придать объемную форму. Следующей задачей стало использовать этот способ для создания рабочего органа. Одним из первых органов, которые ученые попытались создать, стал мочевой пузырь. Возможно, это не самый привлекательный орган, но его устройство – само совершенство. Вот какие нагрузки ему приходится выдерживать. Через мочевой пузырь в течение жизни проходит около 40 тысяч литров мочи. И если мочевой пузырь отказывает, найти ему удовлетворительную замену невозможно, потому что его ткани – хитроумное сочетание материалов. Мочевой пузырь состоит из трех слоев. Внешний слой соединительной ткани, средний слой мышечной ткани, и внутренний слой слизистой оболочки. Это предотвращает утечку мочи. Полный мочевой пузырь содержит около литра мочи и выглядит как раздувшийся мешок. Чтобы вырастить искусственный мочевой пузырь, использовали каркас такой же формы. А на него, слой за слоем, высеивали живые клетки. Мы пьем не на жизнь, мы пьем не на смерть, мы пьем, пока печень не сможет терпеть. И просим бармена, чтоб еще нам налил. И будем пить дальше, пока хватит сил. Мочевой пузырь, первый орган, целиком выращенный из живых тканей. Он уже был пересажен животным, и он действует. Теперь исследователи ждут разрешения впервые пересадить его человеку. Последний заказ. Ведутся исследования многих органов человека, чтобы выяснить, можно ли их выращивать таким же образом. Но что же конечная цель? Спинной мозг? За полгода после нашего визита к Питеру и Пенни, Питер научился ходить, а в организме Пенни стали происходить удивительные изменения. До того, как Пенни повредила спинной мозг, она была медсестрой. Ей хорошо известно, что ее тело должно делать, и что не должно. Те части тела, которые не пострадали от травмы, стали намного сильнее, когда Питер подрос и потяжелел. Но я обнаружила несколько мышц, которые не утратили связь с мозгом. Они окрепли и вполне прилично действуют. Это от того, что я держу Питера на руках. Но самое удивительное то, что мышцы ног стали подергиваться по моей команде. Если я захочу, я могу заставить мышцы дергаться. Это поразительно, будто говоришь с родственником, которого ты считала умершим. Тому, что происходит, есть только одно объяснение. Моя нога получает нервный импульс от мозга, и этот импульс передается по спинному мозгу. С медицинской точки зрения необъяснимо, почему это происходит через пять лет после несчастного случая. Изменения, о которых говорит Пенни, вызывают интерес, но чтобы поставить ее на ноги, нужно восстановить спиной мозг там, где он разорван, в сломанной шеи. До настоящего времени все врачи считали, что это невозможно. Спинной мозг – продолжение головного мозга. Подобно головному мозгу, он состоит из тысяч различных типов клеток, и каждый играет жизненно важную роль. Чтобы получить ткань мозга, нужно вырастить все. Сейчас появилась надежда на то, что это возможно, и первым шагом на этом пути стала саламандра. Саламандра выращивает новую конечность, заставляя клетки вокруг раны вернуться в прежнюю форму. к тем клеткам, которые присутствовали в эмбрионе. Таким образом, ей удается вырастить новые хрящи, кости, кровеносные сосуды, мышцы и кожу. Все, что нужно саламандре, чтобы получить новую конечность. Хотя мы и не способны вырастить новую конечность, мы знаем, что в нашем организме остаются клетки от того времени, когда он был эмбрионом, и они обладают удивительными возможностями. На этой трехмерной томограмме зародыша человека отчетливо виден спинной мозг. Недавно было обнаружено, что головной мозг и спинной мозг эмбриона развиваются из клетки одного и того же типа. из стволовой клетки. Возможно, стволовая клетка объясняет, почему поврежденный мозг способен частично восстановиться. Над чем ты смеешься? Над чем? Что, тень смешная? Когда Томми Палмеру было всего пять месяцев, он заразился вирусом, который проник в его мозг. Последствия были катастрофическими. Когда мы впервые попали в больницу, он не шевелился, только спал. Лежал на руках. Спал на руках. Ничего не ел. А если просыпался, то все время плакал. Томми перенес инсульт. Когда я услышал, я подумал... Ужасно. Он не сможет ходить. У него будет парализована половина туловища. Лицо будет искажено. Самые ужасные мысли. Это томограмма Томми, полученная методом магнитного резонанса. Каждый снимок – сечение его мозга и его лица. Белое пятно в правой части снимка – пораженная область. Большая часть мозга Томми, в которой все клетки были уничтожены. Если бы такой обширный инсульт перенес взрослый, ущерб был бы непоправимым. Верите или нет, но Томми стал поправляться в считанные дни. Это было удивительно. Да, врачи ничего не делали. Он поправлялся сам по себе. Врачи только следили за ним. Врачи бессильно исправят такое повреждение мозга. Но, видимо, организм Томми способен помочь себе сам. Я хотела посмотреть, что он может делать двумя руками. Может ли передать предмет из одной руки в другую. Через три месяца после инсульта, при осмотре физиотерапевтом, единственным последствием оказалась некоторая слабость левых конечностей. Вот молодец, хорошо. Чудесно. Но спустя еще три месяца у Томми не обнаруживается никаких последствий инсульта. Ему одиннадцать месяцев. И он совсем поправился. Крепыш. Он лежал как бревно на руках, не шевелился. А теперь... такой прогресс. Просто удивительно. Разве не так? Он ничего не делал. Вообще ничего. А теперь одно удовольствие смотреть. Если не знать, что он перенес инсульт, по виду не скажешь ни за что. Удивительно, верно? Никто не знает, какие процессы в мозгу Томми заставили его так быстро поправиться. Традиционное объяснение в том, что Томми поправился, потому что здоровая часть мозга взяла на себя функции поврежденного участка. Но в Бостоне есть врач, который считает, что произошло нечто более важное. Детская больница. А теперь я хочу, чтобы ты повернул руки так, будто хочешь поймать дождь. Ладно? Страсть Эвана Снайдера мозг. Он невропатолог в детской больнице в Бостоне. И быстрое выздоровление после инсульта у детей, таких как Томми, убедило его, что в детском мозге происходят необычные процессы. Варштайнер. Остальное неважно. Вдохновленное тем, что он видел в палатах, Снайдер стал искать объяснение. И ему удалось найти клетку мозга, которая отличалась по своему поведению от любых других клеток. Мы начинали с одной клетки, и со временем лоток наполнялся клетками, которые выглядели в точности как мозг. Мы словно следили, как процесс создания мозга разворачивается на наших глазах. Доктор Снайдер увидел нечто удивительное. Нервные стволовые клетки — эмбриональные клетки в мозге. На этих уникальных кадрах видно, как стволовая клетка делится и превращается в два новорожденных нерва. Так формируются клетки мозга. Снайдер считает, что мозг ребенка содержит множество стволовых клеток, и что эти клетки восстанавливают повреждения, выращивая новые клетки мозговой ткани. Это очень смелая гипотеза. Поэтому Снайдер решил проверить, сможет ли он восстановить поврежденный мозг с помощью стволовых клеток. Он начал с мышей, страдающих тремором. Такие мыши родятся с обширным повреждением мозга, которое заставляет их дрожать. Снайдер надеялся, что инъекция стволовых клеток в мозг мыши поможет устранить повреждения. Мы просто взяли эмбриональные нервные клетки, ввели их мыши, страдающие тремором, и дали этим клеткам распространиться по ткани мозга. И эти клетки стали превращаться в те самые нервные клетки, которые требовались, чтобы спасти грызунов. Мышь слева страдает тремором и не проходила лечения. Мышь справа получила инъекцию эмбриональных нервных клеток и полностью вылечилась. Эмбриональная клетка словно увидела, какой нервной клетки не хватает, и решила, наверное, вот в какую клетку я должна превратиться. Итак, стволовые клетки, по крайней мере, у мушей, способны восстановить повреждения мозга. Но поскольку спинной мозг состоит из мозговой ткани, могут ли они восстановить спинной мозг? На этом этапе мы вернемся к тому человеку, который поместил ухо на спину мыши. Те же волокна, на которые были выясены клетки, чтобы сформировать ухо, могут поддерживать рост эмбриональных нервных клеток. Возможно, их можно использовать для восстановления спинного мозга. Он испытал этот способ на мышах с такими же повреждениями, как у Пенни. У мышей, на которых мы ставили опыты, отсутствовал спинной мозг в средней части спины. На участке длиной 5 миллиметров спинной мозг был удален, поэтому никакая информация или электрические импульсы от мозга конечностям не передавались. волокна свернули в жгут и на него высеяли эмбриональные нервные клетки. Этот жгут из пластика и эмбриональных клеток может показаться примитивным решением, но именно им сращивали спинной мозг у мыши. Это подействовало. Через 8 недель мышь стала восстанавливать подвижность. Мышцы конечностей окрепли и мех... Мышь ухаживает за ним. Видите ее? Она шевелит лапками. Мартин Ваканти работает со своим братом Чарльзом. Он был поражен выздоровлением мыши. Когда мы приступали к эксперименту, мы надеялись получить хотя бы неврологические признаки выздоровления, скажем, подвижность пальца, но больше мы не надеялись. А этого мы совершенно не ожидали. Думаю, пора нам поплавать. Какая температура? Да, температура хорошая. Все крысы, которым вводили стволовые клетки, восстановили многие функции, а к некоторым почти вернулась обычная подвижность. Левая лапка этой крысы все еще слаба, но правая нормально двигается. Крыса владеет лапами и хвостом лучше, чем можно ожидать от животного с поврежденным спинным мозгом, с таким же повреждением, которое перенесла Пенни. При обследовании спинного мозга крысы было обнаружено, что, как и ожидалось, разрыв закрылся новой тканью. Выше нормальный спинной мозг и ниже также нормальный спинной мозг, а между ними серый участок. Это искусственно выращенный спинной мозг. Очевидное выздоровление крысы тем более удивительно, что новые нервы росли и закрывали разрыв совершенно произвольно. Это напоминает попытку заново срастить перерезанный телефонный кабель. Можно соединить красную жилу с красной, синюю с синей и так далее. А можно соединить жилы произвольно. И пусть центральный компьютер вычислит новые пути передачи сигналов. Именно это, по-видимому, произошло у крыс. Нервы в спинном мозге были соединены произвольно, и мозг с феноменальной находчивостью направил сигналы по новым маршрутам. И крысы снова научились ходить. Эта методика находится еще на очень ранней стадии, и нет гарантии, что она пригодна для человека. Но мы впервые получили в свое распоряжение инструменты для восстановления спинного мозга, эмбриональные нервные клетки и основу, чтобы их выращивать. Если нам удастся успешно применить эту методику для лечения людей, то есть надежда, что пациенты, прикованные к креслу каталки, смогут снова нормально ходить, восстановить нормальные ощущения и нормальные функции организма. Наверное, мне нужно сесть, иначе ничего не получится. Погоди минуту, куда я дышусь. Пришел помочь надеть парашют? Пришел помочь? Если бы нечто подобное случилось с Питером, я бы этого не пережила. Ты тоже идешь? Если к этим исследованиям приложат достаточно усилий, то на моем поколении все закончится. И поколению моего сына не придется пережить то, что пережила я. Однако, несмотря ни на что, Пенни не бросила прыжки с парашютом. Сядь передо мной. Сегодня Пенни прыгает в тандеме с другим парашютистом. Когда я снова отправилась на прыжок, моим первым чувством была радость, что я вместе со всеми в самолете. И все как обычно. И помню, я увидела, как мое кресло на земле становится меньше и меньше, и это было прекрасно, это было чудесно. Когда мы поднялись на пять километров, я стояла в рампе, прежде чем покинуть самолет. И я смотрела вниз и видела ноги и облака у меня под ногами. Я подумала, я вернулась. Похожее, Пенни ничто не остановит. Но есть ли шанс, что новые идеи, с которыми мы познакомились в этом фильме, успеют помочь ей снова ходить? Некоторые врачи считают, что это лишь вопрос времени и что скоро выращивание живых тканей станет обычным делом. Не все столь оптимистичны. Но не исключено, что когда Питер подрастет и совершит свой первый прыжок с парашютом, мы сможем бросить вызов природе и выращивать части нашего тела по заказу. Субтитры создавал DimaTorzok Чудесно. Хочешь пойти поздороваться с мамой? Мама. Мама. Композитор Крис Уитон, операторы Джон Хоуарт, Питер Нелсон, Майк Коус и другие. Продюсер сериала Дэвид Хикман. Продюсер и режиссер Джудит Бантинг. На русский язык фильм озвучен по заказу Первого канала. У тебя есть шанс прямо сейчас. А, роллер-болл. Это же цирк, а не...